Всем привет! Сегодня я расскажу про ошибку H20. Некоторые звонят и говорят у меня ошибка H2O. В принципе, можно и так её обозначить. Она означает, что у машинки нет воды. Хотя слышно, что вода поступает в машинку. Машинка заполняется водой, но вода потом куда-то дьётся. То есть у неё нет. Она работает, работает. То есть вода поступает в машинку. Это видно, если открыть порошкоприёмник, посмотреть, что вот она, водичка идёт. Она заливается. Но бак и наполняется. Бак не наполняется, не начинается стирка. Но вода куда-то уходит. На полу тоже воды нет, значит утечки у нас нет. Вода может уходить только через канализационный, через шланг сливной, через сливной шланг в канализацию. У нас идёт сливной шланг от машинки. И вот она у нас, водичка бежит. То есть вода поступает сразу в машинку. С машинки самосливом она уходит в канализацию. Уровень не набирается. И машинка не начинает стирать. Вот там сейчас маленько водички набралось, но она потихоньку у нас уходит сама в канализацию. Как это исправить? Очень просто. Надо остановить машинку, нажмём на стоп. Нажали на стоп и поднять шланг на высоту, примерно, на высоту выше бака. То есть вот где порошкоприёмник идёт, надо на эту высоту поднять шланг. Вообще его лучше поднимать по машинке. Вот идут крепления. Вот одно крепление. Так, где оно у нас? Вот оно, одно крепление на машинке сзади. Вот оно, второе крепление. Она бывает, что слетает. Так, бывает, что слетает шланг с этих креплений и начинается самослив. Всё. Вот так он должен быть установлен шланг. И теперь, если запустить машинку, то никакого самослива не должно быть. Машинка должна будет стирать нормально. Смотрите, у нас ещё горит ошибка H20. Водушка у нас подпипает. Потихоньку набирается бак. Сзади я шланг даже не стал канализацию ставить. Он просто висит, как должен висеть. С него нету никаких струек, никакого самотёка. Всё, машинка начала стирать и ошибка у нас исчезла. Если у вас выскочила ошибка H20, надо что сначала сделать? Надо открыть крабли, посмотреть, нормальный ли напор. Идёт ли вода хорошо из крабли. То есть, если там идёт тоненькая струйка, возможно, это проблема просто, что у вас отключили воду. Надо подождать, когда воду дадут. И потом продолжить стираться. Либо посмотреть сливную систему. У нас установлен сливной шланг. Канализацию высоко ли он задрат? Или шланг у вас сливной валяется на полу. Поднять его на машинку, закрепить. И всё, и проблема будет решена. Ну, в общем, про эту ошибку всё. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok